Доброе утро, глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, спасибо за возможность выступить перед аудиторией и хочу представить вам клинический случай успешного лечения больного диссиминированной меланомой кожи. Анамнез заболевания. Пациент 67 года рождения. В 2002 году ему выполнено широкое иссечение меланомы кожи правой лопаточной области ПТ2Н0М0, эпителиодно-клеточная меланома. Уровень метозов не был известен. Пациент, сразу скажу, оперировался и начинал лечение не в Санкт-Петербурге. И в 2014 году ему выполнена подмышечно-подлопаточная лимфоаденоктомия справа по поводу метастазов, пигмент, содержащий меланомы. То есть длительный безрецидивный период, 12 лет он находился в ремиссии. В 2014 году ему в дальнейшем была определена бравмутация, она оказалась положительной. И пациенту после хирургического лечения предлагалась тактика лечения или динамическое наблюдение, или иммунотерапия. Еще раз повторюсь, пациент тогда еще не находился в Санкт-Петербурге, но ему проводилась иммунотерапия интерфероном, препарат Роферон по 3 миллиона единиц подкожно 3 раза в неделю. Несмотря на положительный статус бравмутации, в 2014 году еще мы не знали о том, что опция ингибиторов брав показана при этой стадии, и возможности обеспечения такими препаратами еще не было. На фоне лечения у пациента в феврале 2015 года отмечалось прогрессирование заболевания по данным компьютерной томографии грудной и брюшной полости. Были выявлены метастазы в оба надпочечника достаточно больших размеров, в левом максимальный размер 13 см и в правом почти 7 см. Пациент переезжает в Санкт-Петербург, подтверждается по данным компьютерной томографии поражение надпочечников, и также были выявлены множественные очаговые образования в легких и увеличение лимфатических узлов средостения. Это явилось препятствием для возможной попытки хирургического лечения, удаления образования в надпочечниках, и пациент был направлен в городской онкологический диспансер к нам на консультацию, на урологическое отделение, но, учитывая поражение легких и средостения, конечно, нужно было рассматривать лекарственную терапию. Вот это снимок 2015 года, вы видите огромное образование в левом надпочечнике и в правом. Мы приняли его в отделение с профессором, руководителем нашего отделения Рашидой Вахидовной Орловой, и, учитывая общее хорошее состояние пациента, а также длительный безрецидивный период, 12 лет от момента удаления первичной опухоли и следующей лимфоденоктомии, решили рассмотреть, несмотря на положительный статус бравмутации, участие пациента в программе расширенного доступа по применению препарата эпилемумаб. И в 2015 году пациент начал лечение у нас в отделении, до начала ему был выполнен анализ на уровне определения ЛДГ, что является обязательным, он был повышен, это активный процесс, и пациент у нас получил 4 введения препарата эпилемумаб в дозе 3 мг на кг веса, 1 раз в 3 недели, это стандартное лечение, перенес он достаточно неплохо, хотя отмечалась лихорадка второй степени, озноб после каждого введения и слабость второй степени. При оценке эффекта после 4 введения эпилемумаба был зафиксирован частичный ответ, значительное уменьшение образования надпочечников, регресс на 74%. И учитывая положительный и объективный ответ, удовлетворительную переносимость, пациенту было проведено еще 2 поддерживающих введения в 2015 году. Уровень ЛДГ снизился до нормального. В дальнейшем пациент наблюдался и оценивался по компьютерной томографии, и в 2017 году ему было, по данным компьютерной томографии, заподозрено снова появление очаговых образований в легких, и мы рассмотрели этого пациента как возможного участия в программе уже по применению препарата неволумаб. И с января 2017 года он у нас получил 12 введений в рамках расширенного доступа к применению препарата неволумаб. В стандартной дозе 3 мг на килограмм один раз в две недели. Уровень ЛДГ оставался невысоким, и пациент получил 12 введений с осложнениями в виде лихорадки. Переносил лечение удовлетворительно. В дальнейшем, по данным компьютерной томографии, сохранялись очаги в легких, увеличение лимфатических узлов средостения, очаги в надпочечниках оставались стабильными, и пациент динамически наблюдался. Но в 2018 году, это снимки 2017 года, в 2018 году пациенту было выполнено протонно-эмиссионная томография с глюкозой, и образования были в надпочечниках выявлены небольших размеров. Учитывая стабильность состояния пациента, мы долго обсуждали его, и все-таки решили предложить ему циторедуктивную операцию удаления образования надпочечников, но он оперировался не у нас в центре, а в центре на фонтанке. И первым этапом циторедуктивной операции 18 апреля выполнена правосторонняя лапароскопическая адреналоктомия. Адреналоктомия подтверждено по данным гистологического исследования, что это метастаз меланомы, но с выраженным очаговым некрозом и с выраженным геморрагическим компонентом. И в мае 2018 года, также в центре на фонтанке, ему было выполнено удаление опухоли левого надпочечника, но уже не лапароскопическим доступом, левосторонняя адреналоктомия. Здесь я подробно привожу гистологическое заключение и иммуногистохимическое заключение, потому что считаю, что оно очень важно. Помимо того, что мы подтверждаем полный ответ опухоли на лечение, и мы видим это по данным иммуногистохимического исследования, и также выражен макрофагальный компонент. То есть, возможно, что такое последовательное назначение ингибиторов контрольных точек оказало выраженный иммунный ответ, и пациент чувствовал себя хорошо, несмотря на то, что препараты вводились в полных дозах. Это удаленный препарат, вы видите. Здесь очаговое образование с выраженным содержанием гемосидирина и с некротическими изменениями. То есть опухоли подверглись, я считаю, полному метаболическому ответу. В октябре 2018 года пациенту выполнена протонно-эмиссионная томография, подтверждена полная клиническая ремиссия. Пациент сейчас испытывает слабость в первой степени, он принимает заместительную терапию, КАРТЭФ, в связи с двусторонней адреналоктомией. Он социально активный, воспитывает внука и чувствует себя хорошо. В плане клинического наблюдения еще хотелось бы отметить, к сожалению, у меня нет фотографии, у пациента на фоне лечения развилась выраженная витилига. На фоне введения эпилюмумаба это было только в области брюшной стенки. Сейчас это практически все туловище и лицо. Тоже можно расценивать как положительный эффект иммунотерапии. И в дальнейшем что же предложить этому пациенту? Динамическое наблюдение или продолжить неволумаб, но с учетом все-таки сроков и оперативного вмешательства, и предшествующего введения, может быть, это сейчас не актуально. И хотелось сказать, что этот пациент у нас в наблюдении в нашем отделении не единственный, кому удалялись образования метастатические в надпочечниках. У нас есть еще один клинический пример, когда пациент получал на фоне неволумаба, он был в международном клиническом исследовании 3 года, и в процессе лечения у него появился метастаз в надпочечниках, ему был удален лапароскопическим способом у нас уже в клинике, и подтверждено, что это метастаз меланомы с высоким содержанием гемосидирина. Поэтому уже есть определенный клинический опыт, и мы считаем в отделении, что это положительный опыт, и надеемся, что наши наблюдения пригодятся для всех исследователей, для всех врачей в клинической практике. Спасибо за внимание. Нина Юрьевна, да, вот посмотрите, голосуют? Голосуют, да. Посмотрите результаты. И еще раз, сколько пациент получает, как долго получает общая продолжительность иммунотерапии? Он получил в течение, ну, если рассматривать последовательно, то в течение года. Год? Да, последовательно. В 2015 году эпилимумаб. Так, и сейчас неволумаб… Сейчас он ничего не получает. Сейчас ничего не получает, да. То есть у него в 2018 году проведено две операции. Извините, пожалуйста, когда закончили иммунотерапию ему сейчас? Неволумаб закончили в 2017 году, извините. Может быть, доктора не совсем поняли, почему сейчас вопрос стал, нужно ли не нужно назначать иммунотерапию? Ну, вот я поэтому и решила обсудить это с коллегами. Наше мнение, что все-таки динамическое наблюдение. Сейчас, наверное, не нужно проводить терапию ингибиторами контрольных точек. Хотя, может быть, можно подискутировать на этот вопрос, учитывая такой положительный ответ на лечение. У него сейчас очаги где есть? Сейчас у него нет очагов. Все удалили? Полная цитередукция? Да, выполнена оптимальная полная цитередукция. А перед лечением, перед цитередукцией было проведено? Был неволумаб, да. И вопрос стоял, нужно ли, условно говоря, в одеванте продолжить лечение, которое достигло полного патоморфологического... Ну вот 65% считают, что наблюдатель, согласно с вами. А 30%, 35% считают, что продолжили бы иммунотерапию. Ну, наверное, и та, и другая точка зрения, она будет обоснована абсолютно. Да, согласна с вами. Согласна. Уважаемые коллеги, есть вопросы? К 67-го года рождения ему 51 год. Брав позитивный пациент. Еще есть одна опция для лечения, да, пота? Да, в дальнейшем. Посмотрите, как хорошо. Мы обсуждали... А в общее сложности, Нина Юрьевна, сколько пациент живет? С метастатической новономой? С метастатической, с 2015 года. С 2015 года, 3 года. Ну, хорошо. Хорошо, да? Так, уважаемые коллеги, есть вопросы к Нине Юрьевне? Нина Юрьевна, спасибо вам большое за интересное сообщение. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо.